Каким-то для игр и фронт-энд. Можно делать веб-сайты, например, какой-нибудь новостной агрегатор или сделать Android Play Store, в котором Google не сможет тебя затерминать. А можно чуть-чуть прорвать, как это сделать? Потом, мы поговорим об этом попозже, когда будем обсуждать идеи. Так как там просто HTTP, можно и из мобильных приложений тоже стучаться во пленку и делать на это мобильное приложение, как с обычным букетом. Из сложного можно портировать в CC++Rust программы на Fluence, компилировать веб-ассембли и запуская. Можно, например, построить индекс ивентов какого-то контракта в эфире. Но это не просто требует хорошего знания эфира. Итак, собственно, какие вообще у вас есть идеи, какие еще можно приложения сделать, помимо игр, веб-приложений, сайтов, мобильных приложений? Есть какие? Тиндер. 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 Тиндер для знакомств. Тиндер, я понял, да. Можно Тиндер делать еще. Ты сказал, айфишники нот видны, да? Да. И всегда будут видны? Нет. Потом вместо айфишников нот будет в кадемле и по хшам оно будет ровно. Но они все равно будут видны, потому что можно сказать в кадемле. Да, да, да. Ну как-то нужно же соединяться, да? На Амазоне тоже айфишники видны. О, блин. Чего не получится? Чего не получится? Ну можно Тауарвок поднимать. Ну тогда пострадают те, кто не спрятались. Те, кто не спрятались, всегда страдают. Ты знаешь, ну, у нас композитор больше лавазон, и теперь придет больше, да? Ну в общем, это немоделированный классифарит. Тауарвок, а давай напишем криптомессенджер? Давай напишем криптомессенджер once again. В мессенджер-сит можно написать, можно написать простенький мессенджер с веб-интерфейсиком и с оплюенсом, как по тендам. Можно написать контракт, который будет исполнять не веб-ассембле, а раст-код. Он будет компилировать его в раст и сразу исполнять. Ну можно попробовать сделать. Надо быть не прост. Почему? Раз на расте. Ну раз на расте, да. Можно попробовать, но я не думаю, что за 4-5 часов выйдет. Можно попробовать, не обязательно завершить. Но про это я тоже еще раз скажу, что нельзя завершить. А какой стопорс среди уже поднимается? Среди, например, да, проектирует, допустим, есть функция, как-то, и вычисление функций, выносимые на боближенцы. Такой... Можно взять какую-то штуку, которая будет стримить данные с эфира во флюенс вместе с хедерами, блоками и с самими блоками, проверять у них proof-of-work и парсить блоки прямо во флюенс и в память класть результат. Таким образом можно сделать индекс. Но обратно в эфир нужно будет все равно самому класть. А все равно самому где передадут? С этой игроками. Если ребят не передадут? Не передадут. А если очень попросить? Ну если очень попросить и дать денег, то можно прям не придать. Давайте напишем поисковую машину по флюенс ресурсам. Отличная идея. Можно по IPFS написать поисковую машину. Есть такой движок Sphinx, наверное, многие знают, на C написанной. Можно проектировать это по флюенс. Можно сделать свой Google на флюенс. Можно сделать свой Sci-Hub на флюенс. Можно просто взять базу Sci-Hub и засунуть ее во флюенс. Как она будет входить в IPFS из веры ассамбле? Нужно будет туда складывать все данные. Ты складываешься данные, они там, можно их кверить теперь. В память, да. Все данные будут в память. Нужно просто, чтобы кто-то их туда накладывает. Sci-Hub это типа EA или где? Ну, это у них база совместная. Sci-Hub это такой поиск по всяким научным статьям. По пейплинам. Это очень классная штука. Поддерживайтесь. Но это не мнение катания. Окей, на самом деле мы еще вернемся к обсуждению идей. У нас еще будет такой блиншторм, после того, как ребята расскажут, как все-таки программировать на флюенс. Но сначала давайте я расскажу вам, какие у нас будут правила катания. Правил всего два. Первое, это то, что можно работать в команде, а можно работать индивидуально. Призы у нас рассчитаны на команду из трех человек. Но если вы сделаете команду побольше, как хотите, просто вам билетствует. Например, клавиатура. Времени у вас немного на весь кокотон, поэтому не обязательно, чтобы у вас прям все очень хорошо работало, компилировалось, деплоило, все прям работало. У вас может быть вообще просто концепт с рисунком и описанием. Это тоже вариант, если он классный. У вас может быть какой-то незаконченный код, но опять же с каким-то небольшим описанием. Или законченное приложение с вебу. Лучше всего, если у вас будет бэкэндик, фронтэндик, и все оно будет работать. Но вы можете быть на любой состоянии. В качестве фронтэнда, где в консоль, как у тебя можно. Можно. Главное, чтобы... Почему? Это же фронт. Ну, я имею в виду, да, можно. Ответ просто да. Главное, чтобы работать. Отличная идея. О, можно сделать курл из-эсервис. Сеть-то, конечно, не получится сходить. Хорошо. У нас есть три простых критерия оценки. Это крутость идеи, это насколько она вообще интересная, сложная, классная. Насколько она инновационная. Второй критерий – это специфичность для флюенсов. Почему эту идею здорово сделать на флюенсе, а не на чем-то другом. Не на Амазоне, не на коленке, а на флюенсе. И последняя оценка – это стандартная оценка, субъективная оценка судей, которые у нас будут под вечер. Кто судит там? Я расскажу сейчас, да, кто такие судей. У нас есть команда. У нас есть Аня. У нас занимается организация всего этого ивента. Спасибо, Аня, что помогла нам здесь собраться. У нас какие-то вопросы есть? Да, у нас есть Тёма. Он у нас очень хорошо шарит в маркетинге, в продукте. И вообще в культурном срезе этого мира. Вы к нему можете обращаться тоже по всяким таким вопросам. Если вам интересно, как сделать, чтобы красиво визуально или продуктово. У нас есть Михаил. Он у нас специалист по безопасности, криптографии и по всему низкому уровню. Он действительно очень хорошо шарит в безопасности. Я могу на команду взять. К сожалению, я в команде поделюсь. Если за очень дорого, мы готовы за ауксорсить. Смотреть это возможно. Ну началось. Ну, в общем, мы все сегодня это шарит в ресурсе. Мы будем ходить и помогать всем. Так что своими компетенциями мы с вами поделимся по максимуму. Также у нас есть Дмитрий, который там с бородой синих и плохи. Он вообще шарит тоже во всем, но сегодня он будет нацелен на то, чтобы помогать вам по фронтенду. Это JavaScript, TypeScript, AssemblyScript, какой-нибудь еще скрипт. По фронтенду к нему. Меня зовут Леша. Вы можете звать меня по любому поводу, проводу. Я буду роботить вас запрос куда надо или сам могу вам помочь. Почему? Потому что я тоже разработчик. Но в чем забирается. Итак, кто у нас судьи? Судьи сегодня у нас пока присутствуют не все, но к вечеру они подойдут. Я не писал по миллиону. Да, собственно, первый наш судья это Петр Королев, сооснователь Метерблабс, криптограф, исследователь в области Zero Knowledge, умеет писать нарастие. Вообще много в чем разбирается. Надеюсь, он придет не под самый конец. И с ним можно будет поболтать про знаки, про много чего. Он здесь, но у вас Паташин. А, он здесь, замечательно. Я просто не знал отца. Спасибо большое. У нас есть также Андрей Ляликов. Он здесь. Андрей здесь, да. Привет, Андрей. Спасибо, что ты пришел. Раньше работал в Microsoft. Опытный security engineer. Разбирается в криптографии. Ну и третий судья такой виртуальный. Это вся наша команда. Мы посмотрим на ваши проекты и решим, какие нам нравятся. Будем судить вас по своему опыту. У меня супер вопрос. Смотри. Я запаблишил дап. Допустим, у меня этим дапом пользуются два человека. Мне нужно два инстанса этого дапа. Допустим, это игра в покер. У меня два стола покерных. Мне нужно два дапа паблишить. Все в памяти. В бэкенде может быть скоба горн с половиной. То есть мне это надо делать? Да. Нужно это писать. Давайте обсудим на бронесторме идеи. Он будет к концу. Собственно, о том, какие у нас есть SDK, как писать код под Fluence, нам расскажет Дима и Миша. Миша начнет. Ты в презентации? Да. Я в презентации сейчас. Нет.